Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание к этим работам по книге Великие Музеи Мира. Якоб Йорданс. Сатир в гостях у крестьянина. Около 1621 года. Холст масла 174 на 203. Живопись Якоба Йорданса – это воплощение фламандского характера, сильного, жизнелюбьевого, не чуждого, соленой, грубоватой шутки. Оттого одним из любимых сюжетов художника был сатир в гостях у крестьянина, в основе которого лежит басня Изопа. Сатир, друживший с человеком, удивился, почему тот, чтобы согреться, дует на руки, а желая остудить, пищу опять же дует на нее. Йордан взял канву короткого рассказа, мастерски использовал ее, чтобы представить живую, уютную, слегка шутливую сценку и перенес античный мотив в более близкую ему обстановку. В небольшой комнате деревенского дома собрались за столом крестьянская семья, к которой зашел в гости веселый, козлоногий дух полей и лесов. Хозяева беседуют с ним, как со старым знакомым, и он действительно не выглядит странно в этой простой обстановке. В дружелюбной атмосфере незатейливых, чистых сердец людей, с внимательной улыбкой слушающих гостя. Молодая симпатичная хозяйка смотрит на зрителя, словно приглашая его полюбоваться тем, кто присутствует за их скромным обедом. Люди, изображенные на картине, близки, подобно зашедшему к ним мифологическому персонажу, к природе. Также воплощенные в виде коровы, петуха, собаки, кошки, всех тех существ, без которых невозможна сельская жизнь. Смуглое, жилистое тело сатира, похоже на загорелое, обветренное и сильное тело крестьянина. Жизненная стихия, проявляясь у художника в разных формах, все время заявляет о себе их полнокровностью и тем, что все здесь близко друг к другу и пронизано густыми, бродящими земными соками. Композиция картина по сюжету статичная, люди сидят за столом. Тем не менее, полна движения, крестьянин подался по направлению к сатиру, тот пристал на стуле, чтобы яснее донести свою мысль до слушателя. Динамика, присущая барокко, у Йорданса всегда внутренне оправдана происходящим, в чем он тоже оказывается настоящим фламандцем, обстоятельным и знающим, что хочет получить в результате своих трудов. Вот такое описание к работе Якоба Йорданса, сатир в гостях у крестьянина, около 1621 года, описание по книге Великий музей мира. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок